коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем довольно распространенные ситуации формирования различных торговых диапазонов и торговли от их границ внутрь диапазона необходимо учитывать несколько ключевых факторов которые позволяют вообще заходить в сделки внутри и куда можно потянуть да то есть самое главное где необходимо фиксироваться в зависимости от направления вообще основного движения потому что многие путаются и там где необходимо забирать лишь отскоки пытаются тянуть до противоположных границ что в корне неверно и обратные ситуации когда мы работаем по тренду да по глобальному по основному направлению мы имеем право тянуть сделки до границы даже далее разберем на примере монетки джаз меня есть дети да это криптовалюта крипто пара точнее даже сказать сделки 30 31 июля сначала схемки а затем будем разбираться значит для того чтобы вообще нам определить некие диапазоны нам нужно к чему-то привязаться чтобы это не не формировалось в воздухе отличные привязки в данном случае послужил уровень отката границы отката с которой мы сделали приводит у нас такая глобальная шартовая картинка мы сделали очень сильный заходной импульс и после этого прилетели издалека довольно быстро на коррекцию и можно было торговать вверх внутрь диапазона так как подход к верхней границе у нас сопровождался формирование манипуляции то есть мы подошли не достали до границы постояли затем у нас было манипулятивное движение вниз и мы подпрыгнули вот этот как раз прыжок наверх давайте вот тогда чуть правильнее так манипуляция потом был прыжок на верхнюю границу я в данном случае еще прицеливался мы там падали у нас внутренний откатик то есть его на дневке не видно но он есть на часовом таймфрейме то есть это тоже как дополнительное препятствие до для дальнейшего следования цены свободного торговля внутрь диапазона значит на что необходимо обратить внимание первую очередь первую очередь это запас хода сколько у вас будет стопов если вы будете работать от границы до границы в берем идеальные условия вход от самого верха и удержание до самого низа вот это расстояние должно быть там 56 хотя бы стопов чтобы не было три к одному еще хуже когда три к одному оказывается за границы то есть например за и глубокие ложные пробои нам необходимо стоять длинный стоп лосс тогда наши там 34 к одному будут выпадать за диапазон вероятность того что мы пройдем весь диапазон и пройдем еще ходом дальше она ну есть но изначально рассчитывать на нее нельзя поэтому с такими ситуациями нужно быть повнимательнее значит если мы торгуем от верха до по основному направлению то есть мы например упали скорректировались и хотим работать дальше шор то тогда здесь запас хода необходимо оценивать до границы если мы работаем ну вот вторая сделка я сейчас покажу тоже на примере расскажу здесь был сформирован ложный пробой потом еще консервативная торговочка да вот такие сделочки мне нравится потому что можно очень короткий стоп ставить и вот этот отскок необходимо ориентироваться уже либо до середины диапазона либо какие-то крепкие места в данном случае там был зеркальный уровень то есть был некий ориентир до зеркального уровня уместилась 5 рисков фиксировал позицию полностью тоже сейчас все покажу перед тем как пойдем на графике хочу напомнить что происходит данный момент набор на августовскую группу и мы будем начинать уже менее чем через 10 дней поэтому забегаете быстрее если есть желание значит нефть на дневке обращаем внимание да у нас было очень сильно восходящее движение но здесь сформировано да уже такое полноценное нисходящее движение мы делаем импульс вниз корректируемся двигаемся дальше опять откатываем и уходим еще глубже про возможные ретесты на разборе говорил да после произошедшего ретеста сделали опять у нас подброс подлетели довольно быстро к верхней границе в день торгов мы открывались довольно далеко внизу и вероятность формирования комплекс на новых сетапов было крайне высока для любителей фигур технического анализа да у нас есть подход есть коррекция и можно еще формирование по ожидать паттерны который называется двойная вершина в данном случае да то есть то такое несколько факторов сплелись воедино и значит можно по ожидать чего-то интересного значит вот этот откат да это именно откат поднивки то есть это дневной уровень чуть выше сейчас на часы реки покажу то есть это правильный откат нисходящем движении дома сформировали с этой точки мы обновили текущий минимум поэтому это будет правильным откатом и он у нас будет 1 на пути следования то есть если мы будем пробивать и закрепляться здесь то стоять если будем пробивать и закрепляться здесь то можно будет говорить о дальнейших флангах там до следующего отката либо там на уход туда вот дальше на переходе ну и потом значит следующий до следующий еще уровень здесь локальная отметил это на часовом тайпфрейме тоже здесь есть откатик с которым мы сделали такое движение на продолжение общем место крепкое имеем право работать ложный пробой с учетом быстрых подходов и все такое прочее в данном случае у нас первый был подброс с касанием и дальше такой длительная длительная на торговка которая ну как правило да мы довольно долго стоим иначе должны куда-то реализовываться вместо этого получаем манипуляцию и вы нас в противоположную сторону то есть все что здесь набиралось в любую сторон будь то short стопы здесь и здесь будет талон к стопы здесь ну и дальше здесь еще было небольшая торговочка здесь тоже была красивая точка входа и последующее движение наверх значит так как мы восходящем движении да здесь вот у нас есть откатик мы уходим под него и после этого да уже ломаем обратно движение то есть у нас уже сто процентов сформированный диапазон от границ которую можно работать подход к уровню сопровождался да у нас такое быстро быстрое движение в момент подхода волатильность у нас как это немножко под затухла да то есть здесь вот такие если палки то опасненько заходить а после снижения волатильности заходить вполне себе адекватно стопик один там даже меньше чем 13 процента скрин из терминала сейчас тоже покажу фиксировался там 3 и 3 где-то к одному 2 фиксация была на серединке здесь такое зеркальное местечко крепенькая поэтому поаккуратничал и практически всю позицию закрылась сегодня на границе это годом движение семь с половиной к одному получилось но по итогу где-то четыре с половиной риска закрыта и часть позиции оставлена на полетать что говорится до большие зеленые панелки они радуют глаз поэтому малую часть хочется потянуть куда-нибудь скажем например сюда на то есть до выноса попутчиков кому кто-то набирал ванги возможно да либо здесь и вот здесь возможно скопление стопов на стопов то есть можно туда попробовать потянуть внешний фон у нас да немножко благоприятствует шортовым движением поэтому лангов пока не дают хороших будем работать дальше шортами вторая ситуация это сегодняшний утренний подход на уровень вот этот вот у нас тут тоже зеркальный держали нас снизу довольно долго тут был распил так у на истории в принципе неплохо работает хоть и по часовику но тоже это хай дня вот этот был подход тоже здесь была красивая ситуация но к сожалению рано утром выпало время на сон сегодняшний подход к нижней границе то же самое у нас есть уровень плюс хвостик ложного пробоя то есть есть ложный выход раз можем поождать вторичное движение то есть если нам чуть шире давайте часами покажу если это излом это импульс а это ретест мы должны уходить пробивать и туда ехать далеко далеко наверх вместо этого нас прижимают обратно по факту текущее движение до оказалось слишком изум всех повыбивали и уехали дальше на кривой но и при наличии опять-таки мало волатильности с утра и коротенький стоп данном случае там меньше чем 0 8 процента и до границы 5 к 1 получилось дотянуть собственно скрины с терминала первый вход до хвостик ложного пробоя и третейка и сегодняшняя ситуация это отскок от нижней границы торгуйте торговые диапазоны это несложно оценивайте самое главное запас хода используйте стоп лосс и не перезаходить если инструмент начинает перезакалывать уровень поясню да покажу есть уровень есть уровень пришли сделали ложный пробой возвращаемся допустим у нас вход стоп лосс стоит инструмент делает перезакол и возвращается многие здесь берут еще одну точку входа затем инструмент делает опять движение на перезакол опять возвращаются кто-то берет здесь третий раз в общем это не очень ситуация и если здесь что-то похожее формируется то определите какую-то ключевую точку ниже которой вы будете пробовать продавать то есть относительно уровня лучше уже не смотреть более консервативный вариант это начало движения затем какая-то узкая торговка и в продолжение можно будет заходить при заходе в продолжение точно также оценивать чтобы у вас умещались ваши три четыре к одному до нижней границы еще лучше когда здесь там пять шесть восемь десять стопов диапазона бывают довольно широкие с этим можно вполне себе работать если перезакол это лучше пропустить если хотите работать с перезакол можно пробоя досмотрите уровня слева и лучше сделать вместо трех попыток одну здесь а вторую где-то там выше если все же движение состоится у вас будет лучшее соотношение риск прибыли но вы исключите вариант оказаться в распиле уровня да то есть верхние границы ну и вообще границы диапазонов они довольно часто пилятся а затем уже происходят какие-то движения возможно там с ретестами и далее туда да в продолжение здесь наверху если еще и распил высок риск манипуляций различных потому что здесь набираются шартовые позиции мелкими спекулянтами вроде нас да когда объем становится скажем так критичные до всех выносят а потом уже совершается истинное движение так что поаккуратней всем всем удачи пока пока